Ага, можно? Доброе утро. Как самочувствуем? Доброе утро, дорогие друзья. Как помните, у нас вчера была бурная ночь. Ой, не надо. Но все равно, все равно вы уже все видели. Ну, бурная ночь в каком плане? У нас был ночной Тель-Авив. О, кстати, немножечко саундтрека. И поэтому спали мы сегодня очень-очень мало. Ну, лично я, сколько я спал? Ну, не больше пяти часов это точно. Меньше, где-то четыре с половиной часа. Вставать было очень-очень сложно. Наташа, наверное, тоже. Но мы встали. Мы сделали это. Готовы к новым свершениям. Для начала к завтраку. Надо идти жрать эту икру. Икру нет. Сегодня без икры обойдемся. У Наташи самый крутой вид. У нее видно море и Министерство обороны. Как романтично. Да. Романтичное сочетание. И вот какое-то, что это? Это, наверное, госпитница. Какой-то кружочек. Я не пойму, что это такое. Это крыша, да, чего-то? Да, видишь, даже там, типа, есть терраса. Но там, кстати, рабочая. Да, людей там не бывает почему-то. Или они бывают днем, но мы не бываем в номере. Мы же на пляж планируем, да, еще сегодня? Да, я думаю, там же с Яфо, там у нас рынок, как раз напротив рынка, там и стоянку, машину можно дозить. И снова привет, ребята. Сегодняшняя наша экскурсия начинается с древнего города Яфо. Этому городу, говорят, более 4 тысяч лет. Ну, около 4 тысяч лет. Очень древний. Здесь еще Авраам побывал. Красивые старинные здания сохранились. Местами брусчаточка. Ну и, конечно же, очень-очень жарко. Местами брусчаточка. А еще наш дед нам рассказал про такие сбруки, что вот видите, фиксатор для вставней, как бы вот закрывается, открывается. Ой, да. Когда он опущен, мы видим изображение женщины, когда он поднят изображение мужчины. Таким образом, как бы подаются сигналы, что муж дома, а сейчас жена одна. Для чего это нужно, додумайтесь сами. Тем временем мы спустились и добрались до воды в порт города Яфо. Принимаем солнечные ванны. Видите, какой у меня прекрасный полосочный загар. Сегодня я планирую немножко выровнять эту сторону. Ну и эту тоже. Расскажи мне про древний Яфо. Расскажи мне про древний Яфо. Красивое место, портовое место. Рыбаки повернулись, свежий олог привезли. Это чуваки на яхте просто поплавали, покатались. Кисонька, привет. Ой, какие мы нежные. Видите, казалось бы, типичный полосатый такой сельской кот, как наш. Но все равно у них такая фигурка вытянутая, такой полосфинкс. Тоненький, такая мордочка. Все, проводила взглядом. Но найти такого нешуганного кота здесь довольно сложно. Поэтому в моих видео мало котиков. Они все разбегаются. Но это тот самый кит, в очреве которого провел три дня и три ночи знаменитый пророк Иона. Наверное, слышали про такую библейскую историю. Ребята, именно здесь, в древнем Яфо, выяснилось, что Наполеон был нашим. Он был бандеровцем. Посмотрите на его костюм. Что-нибудь напоминает? Мы находимся в довольно-таки интересном месте. Это музей в старом Яфо. Но не только музей. Это также является домом хозяйки, владелец этого музея. Большинство, если не все их экспонаты, сделаны руками женщины, которые уже 78 лет. Когда-то давно они семьей выкупили этот дом. Здесь раньше находилось что-то вроде общежития для пилигримов. В современном мире это альберги, как в Испании, которые направляются в Иерусалим. Вот здесь люди ночевали. Ну и сейчас это музей и дом вот этой вот женщины. Мы видим на стенах много ее работ, как картин, так и просто всяких инсталляций и скульптур. Конечно же, искусство на любителя. Все мы знаем, что к современному искусству разных людей разные отношения. Но я к современному искусству отношусь с интересом. Поэтому с любопытством поразглядываю все эти экспонатики. Сама же хозяйка живет вот там вот за той дверью. И обычно она не дает никаких интервью. Очень такая не публичная особа. Но наша Мирослава сейчас спросила, а можно ли с ней пообщаться. И пообещали спросить, возможно у нее будет настроение пообщаться к ней в 10. Мы поднимаемся на крышу, где тоже открывается отличная смотровая площадка и большие скульптурки. Вот сразу же мы видим человека. Корову, еще какого-то человека. И мартышка. Я смотрю, у нее любовь к подобным зверушкам. Это просто кактусы. Маленькие такие кактусики. Кресло тещи. Это называется Iron Maiden. Ой, кто тебя обидел, друг? Ну что ты? Ну не печалься. Это все вот хорошо. Ну как тебе, ценитель современного искусства, как тебе такой стиль? Круто. Я сама в таком буренке жила. Не, ну жить жил. Ты знаешь, так по-местецкому. И залепитка, и залепитка. И залепитка, и залепитка. И залепитка, и залепитка, и залепитка. Ну вот, есть еще прекрасный фонтанчик. Что-то я не понял, это тоже как часть инсталляции, да? Выглядит довольно натурально этот купальник, который девочка почему-то сняла, обнимая гуся. Ой, это, я пока не вижу лица там мужчины или женщины. Ну конечно да, интересный, интересный стиль у этой художницы. Ой, счастье. Чудо не случилось. Не будет никакого интервью. Надо заходить издалека. Все, поехали. Совсем издалека. Надо было дать взятку. С анабаром? Долларами. Не, я подумала, разумеешь, наедешь два сына, баба. Там уже, наверное, внуки. Левестка. Я бы желала. Стоит внуками заняться. А это галерея Франка Майслера. Его скульптурки уникальны тем, что двигаются, открываются. И всякие интересные, неожиданные, можно найти механизмы. Наташа, как ты думаешь, что шевелится у этого Левы? У Левы? Вот, видишь. И то же место, что и мулка. И то же место, что и мулка. Смотри, айфон. Опа, вы только посмотрите, с кем встречался Франк Майслер со вторым президентом Украины. Где-нибудь у Леонида Даниловича на датчике наверняка стоит что-нибудь из подобных вещей. Че, пасть не открывается? Посмотрите, она хотела скрыть это. Хотела втихаря заточить яблоко. Отвернулась такая, раз, оп, и все. Ну, хорошо, зафиксирован, зафиксирован этот факт. Да, только не знаешь, что я собиралась поделиться со всеми. Конечно. Конечно. Что тебе теперь остается говорить? Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Буду рад, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Также смотрите другие видео на моем канале. И, конечно же, подписывайтесь на канал о жизни и путешествиях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова